Мне прислали на обзор сразу две новые модели проекторов от известного китайского бренда взетка. Новинки оснастили моторизованной регулировкой угла наклона и фокуса, а где-то все это даже автоматическое. Внешний вид у них классный, а возможности велики. Короче, оба интересные, но немного из разных ценовых категорий. Первый это бюджетник за 13,5 тысяч рублей в взетка D5, а второй подороже и покруче в взетка D9 за 26,5 тысяч рублей. Сегодня я хочу показать, на сколько они отличаются и стоит ли в два раза переплачивать за проектор из Китая. Мы сравним их комплектацию, качество картинки, основные функции и характеристики. Ну а начнем как обычно с распаковки. Итак, проектор за 13 тысяч рублей поставляется вот в такой коробочке. Вот здесь производитель указал 6 основных преимуществ данной модели. И почему-то на коробке у нас нигде не указано, что эта модель взетка D5. И почему-то именно этот производитель никогда не указывает ни название модели, ни даже название бренда. Вот здесь просто есть такая наклеечка, где написано, что это проектор. И все. Ни бренда, ни модели, ничего нет. В общем, как-то это странно. Открываем коробочку. Здесь вот есть такая ручка удобная для переноски. Вытаскиваем. Все прикрывается такой защитной пеной. А вот здесь китайцы спрятали комплектующие. Я вижу первым делом руководство пользователя. Имеются изображения. Все надписи на английском языке. Теперь пульт. Он здесь самый-самый обыкновенный. Такие пульты я уже тысячу раз видел с проекторами. И в общем-то здесь все понятно, за исключением двух нижних клавиш. Это F+, и F-, при помощи которых мы можем регулировать резкость на проекторе. А следовательно, она здесь электронная. И никакого колесика на корпусе не будет. Все делается с пультика при помощи двух кнопок. Далее у нас есть кабель HDMI. Без него обычно никак. Вот такой вот шнур питания 220 вольт. С нашей вилкой и с вот такой восьмеркой на концах. И последнее это вот такой переходничок с тюльпанов на AV-вход. С помощью которого можно подключить какое-нибудь старое устройство. А теперь самое интересное. Наш проектор. Ну и хотя бы здесь производитель указал, что это взетка. Теперь-то я думаю, вы мне поверите, что это взетка. Неподалеку у нас имеется окошко с инфракрасным приемником для пульта управления. Линза прикрыта такой матовой прозрачной крышечкой. Линза имеет вот такой вид. И конечно же она здесь стеклянная. Сверху проектор имеет всего лишь одну клавишу. А вокруг скорее всего это светодиодное кольцо. Оно же индикатор работы. На правой стороне гнездо для подключения питания. Кстати почему-то оно... О, было не дощелкнуто. Все, доработал. Рядышком отверстия для входа воздуха. Здесь же есть фильтр. Вот эту сеточку периодически необходимо продувать. И обязательно ставить ее на свое место. На противоположной стороне расположены все интерфейсы подключений. Это два USB разъема. Разъем для подключения наушников, либо же внешних колонок. АВ-вход для подключения тюльпанов. И два HDMI разъема. А вот здесь еще одно окошко для выхода горячего воздуха. Не знаю видно вам или нет, но здесь проглядывается радиатор охлаждения, что очень хорошо. С тыльной стороны здесь ничего нет, за исключением второго инфракрасного приемника для пульта. Также вот здесь и снизу есть отверстие для динамика. Еще есть наклеечка, где все же указали, что это у нас модель D5. Full HD LED проектор. LCD плюс LED технологии. 100-240 вольт, 50-60 герц. Также есть 4 резиновые ножки, чтобы проектор надежно и устойчиво стоял. Резьба для установки на штатив, либо же потолочное крепление. И есть еще одна вот такая резьба, куда устанавливается скорее всего такая крутилочка, чтобы можно было проектор подымать и опускать на плоской поверхности. Но почему-то этого барашка здесь нет. Возможно он потерялся, либо я его просто почему-то пока не нашел. Размеры проектора 173 на 226 и на 86 мм. А вес примерно 1,5-2 кг не больше. А вот в этой огромной коробочке уже кое-что поинтереснее. А именно проектор в 2 раза дороже за 26 тысяч рублей в ZKD9. Хотя опять же нигде на коробке этого не указано. Написано, что это просто смарт Full HD проектор. Моделька с автофокусом, с поддержкой 4К. Короче здесь есть на что посмотреть. Но цена конечно сами понимаете в 2 раза дороже. Все опять же прикрыто защитными материалами. Ох какой тяжеленький блок питания здесь. На игровых ноутбуках и то меньше блоки питания. Здесь вот такой прям мощнейший. И выдает он 24 вольта и 7,5 ампер. Еще есть вот такой вот кабель к этому блоку питания. Точно такой же как используется на компьютерах. Но еще в комплекте есть пульт и походу больше ничего. Здесь китайцы уже более заморочились пультиком. Сделали им какой-то более интересный дизайн. Также есть кнопка регулировки фокуса. А еще добавили регулировку трапицидальных искажений. Хотя насколько я знаю у этого проектора все это есть и в автоматическом режиме. Работает пульти как обычно от двух батареек типа 3А. Крышечка единственная как-то ненадежно держится. Мне кажется она будет все время спадать и теряться. А теперь достанем проектор. А на дне у нас было еще и руководство пользователя. Причем оно здесь выполнено даже проще чем у предыдущей модели. И вы только посмотрите на этого красавца. Скажу сразу что этот проектор довольно такой тяжеленький, увесистый. А для таких устройств это является только плюсом. И означает о его качестве. Защитной крышки здесь к сожалению нет. Есть только вот защитная пленка. Линза опять же стеклянная. Вот здесь ниже стоит датчик автофокуса. Виднеется просто огромный радиатор охлаждения. Что опять же является плюсом. Кстати корпус у него полностью матовый, такой приятный, красивый. Вот здесь отверстие для динамика на этой стороне. На противоположной есть еще одно такое же отверстие. Так что звук уже здесь стерео в отличие от прошлой модели. На тыльной стороне я вижу еще один радиатор охлаждения. Вот он блестит, переливается. Логотип взетка. Разъем для подключения блока питания. USB разъем. HDMI разъем. Вот здесь какие-то два индикатора работы. А еще есть AUX разъем для подключения наушников, либо колонок. Снизу у нас четыре резиновые ножки и резьба для установки на штатив. Но сверху здесь также минимализм. Всего одна клавиша включения-выключения. Ну дизайн у данной модели мне нравится гораздо больше. Он очень стильный, крутой. Ну и матовый цвет ему очень идет. И проектор выглядит просто шикарно. По размерам относительно первой модели они отличаются вот так. Конечно, этот проектор у нас гораздо больше и тяжелее. Этот видно, что простой. Теперь давайте посмотрим на них в деле и проверим, как же они работают. Ну что, младшую модель D5 я успешно запустил. И поверьте мне, есть что вам рассказать. Забегая вперед, скажу, что этот проектор показал себя лучше, чем я ожидал. Во-первых, здесь, как я и предполагал, индикатор работы у нас такое большое кольцо. В выключенном состоянии оно горит красным, во включенном зеленом. Проектор довольно шумный. Вот честно скажу, он сейчас прям слышно, как он дует. В общем, если смотреть какое-то кино с такими активными сценами, то там, возможно, вы ничего не услышите. Но зато какую мы имеем картинку. У меня в комнате немножечко горит свет, а изображение прекрасно видно. Проектор маленький, легкий, но у него прекрасные цвета и хорошая яркость. Причем проекция сейчас идет на бой. Камеру я настроил все так, как вижу это собственными глазами. То есть ничего не преувеличивается, ни яркость, ни контрастность. Все как есть вживую. Порадовало, что у модели хоть и нет автофокуса, но зато есть автоматическая коррекция трапецидальных искажений. Точнее, она не совсем автоматическая, а включается в настройках. В общем, я вам сейчас все это покажу. Да, диагональ я сейчас выбрал 100 дюймов. Это 2,5 метра. Возможно, камера это не совсем передает. Ну, как бы, вот вам для ориентира, как обычно, моя дверь двухметровая. И вот такая огромная-огромная картинка. Как я уже вам говорил, фокус настраивается с пульта. Делается все очень просто и быстро. Конечно, не в автоматическом, а в ручном режиме, но, тем не менее, происходит это несложно. Включилась заставка. Так, смотрите, нажимаем на плюсик. Слышно, как у нас там что-то скрижетит в проекторе. В общем, вот так вот вы настраиваете фокус. Обращаю ваше внимание, что углы у этой модели не размытые. Все четко, хорошо видно. Итак, здесь вы выбираете источник видео входа. Это может быть USB, HDMI 1, HDMI 2, либо же AV вход. Далее, мои приложения. Переходим сюда. Здесь у нас открываются все установленные приложения. AirPin Pro, Spotify, Google Play, Aptoid TV, Miracast, Netflix, YouTube, Emov Store, Chrome и менеджер файлов. В общем, все самое необходимое с завода уже стоит. Через менеджер файлов мы можем установить любое АПК-приложение. А через Google Play Market можно скачать любое приложение, либо же даже игры. Имеется два вида настроек. Вот здесь у нас настройки, как в обычном Android. Вот, смотрите. Интернет, аккаунты, приложения, настройки устройства, пульты и аксессуары. А еще настройки у нас есть вот здесь. Переходим сюда. Здесь есть 6 пунктов. Первое – это сеть. Здесь просто подключаетесь к Wi-Fi. Следующий – Bluetooth. Здесь подключаете Bluetooth устройство. Это могут быть колонки, мыши, клавиатуры, джойстики. В общем, все, что работает по Bluetooth. Проекция. Вот здесь уже поинтересней. Режим проектора позитивный и фронтальный. Положительный и сзади. Задний и передний. Задний и задний. Далее настройка трапеции. Вот у нас включается автоматический режим. Либо же можно все настроить вручную. Вертикальная, горизонтальная коррекция. Регулировка масштаба. Четырехточечная коррекция и сброс трапеции. Сейчас попробуем нажать автокоррекцию. Ну и как мы видим, картинка у нас немножечко подровнялась. Звук. Здесь можно просто выключить тон клавиатуры. Далее система. Первое язык системы. Дальше загрузка электричества. Что это я не знаю. Но подозреваю, что это функция быстрого запуска проектора. Далее HDMI Kek. Вкл выкл. Следующее это обои. Имеется несколько вариантов различных обоев. Также их можно установить с флешки. И последнее у нас о сайте. Период конечно не очень здесь. Ну а что делать. По информации у нас написано название модели LED проектор. Процессор MTK9269. Оперативная память 1 гигабайт. А постоянная память 8 гигабайт. Ну и даже для 1 гигабайта памяти он работает очень шустро. Далее обновление системы. Это новейшее программное обеспечение. Все обновление не требуется. Все возвращаемся в главное меню. Внизу вот здесь у нас есть быстрый список приложений. Этот список можно регулировать самостоятельно. Удалять, добавлять другие. А теперь давайте перейдем в YouTube. И посмотрим на что способен данный проектор. И давайте по традиции видео с попугайчиками. Открывается быстро. Послушаем звук. Так стояло 50%. Все 100%. Ну ничего не лепит, не гудит уже хорошо. Конечно не очень громкие динамики здесь. Скорее всего он даже один стоит внутри. Поэтому если у вас есть какие-то хорошие внешние колоночки, либо же Bluetooth колонка, то лучше подключить ее будет. А здесь звук такой, не очень громкий. Довольно чистый, но они громкие. По картинке мне кажется вы все видите сами. Кислотных цветов нет. Все в принципе в пределах натуральных оттенков. Нормальный черный цвет, посмотрите пожалуйста вот у птички. Некислотные, зеленые опять же. В этом видео мне все нравится. Кстати заметил еще один небольшой минус. Это отсутствие голосового ввода. Поэтому все буквы приходится вводить вручную. Вот такой вот вам минус. Теперь мультики. Как обычно все отлично. Картинка очень яркая, насыщенная. Но звук хреновый. Честно скажу, звук мне не нравится. Казалось бы всего 1 гигабайт оперативы, но работает неплохо. Здесь качество 1080p. Так что Full HD здесь есть и он работает. Еще один классный видосик, который показывает качество изображения очень хорошо. На удивление весьма динамично показывает. Вот честно, от этого проектора я такой картинки не ожидал. И теперь мне очень интересно, какая же будет картинка у проектора, который стоит в 2 раза дороже. Причем бренд один и тот же. Я думаю там я вообще офигею от изображения. Если даже здесь мне в принципе нравится, то там это будет вообще супер мне кажется. Вот объективно давайте судить. За 13 тысяч рублей мы получаем вот такую картинку. Диагональ 100 дюймов с электронным фокусом, с автоматической коррекцией угла наклона, с нормальным таким более-менее звуком, в небольшом корпусе, с кучей полезных аксессуаров. Я думаю, что это того стоит. Что можно купить за 13 тысяч рублей? Какой телевизор или проектор другой фирмы? Лучше там точно не будет. Как бы я вам не нахваливаю его, у него есть и свои минусы. Ну что, фильмы на этом проекторе, я думаю, можно смотреть с удовольствием. Ну что, друзья, подключил я модель D9 за 26 тысяч рублей. И могу сказать, что здесь все гораздо лучше. Опять же, горит свет. Но, блин, к сожалению, и этот проектор довольно сильно шумит. Возможно, что я просто привык к DLP проектору, который так сильно не шумит. Ладно, замеры произведем чуть позже. А пока давайте посмотрим на картинку, которую выдает проектор. В общем, условия у нас все те же. Выключен свет, обои. Диагональ 100 дюймов, но яркость тут просто шикарная. Даже при открытых шторах картинку очень даже неплохо видно. Смотрите, какая здесь менюшка. В принципе, такая же, как и там, но просто здесь лучший перевод. Вот, все так же. Источники видео входа, мои приложения, магазин приложений, настройки. Внизу опять быстрые приложения. Вверху быстрый доступ и выбор обоев. А приложения здесь следующие. Браузер, Play Market, Android Mirroring, YouTube, Spotify, музыка, настройки, мультимедийный проигрыватель, магазин приложений, VPS прожектор, Airscreen, Netflix, Airpin Pro. Короче, за 26 тысяч рублей приложений поставили гораздо больше. Но перейдем в настройки. Здесь тоже меня китайцы порадовали. Настроек просто дофигища. Первая настройка проекции. Первый режим установки. Это перед, зад, короче, все как обычно. Цифровое увеличение. Настройки фокуса. Здесь прекрасно работает автофокус. Также отлично работает вот эта функция. Автоматическая коррекция угла наклона. То есть, если я проектор сейчас, смотрите, наклоняю как-то, то проектор сам выравнивает картинку. Возвращаю ее обратно. И он опять ее выровнял. Очень шустро работает эта функция. Причем работает стабильно, без косяков. Короче, все четко. Но если кому-то не нравится, то пожалуйста, вот ручные настройки переходим и настраиваем под себя. Четырехточечная коррекция. Сброс настроек. Возвращаемся. Настройки сети. Здесь у нас Wi-Fi. Bluetooth настройки. Опять же, можно сюда все подключать. Настройки приложений. Отсюда можно удалять приложение. Далее, настройки языка. Настройки клавиатуры. Метод ввода. Установка даты. Кстати, здесь надо бы ее настроить. Вот так-то. Далее, есть еще один вот такой пунктик. Больше. Источник загрузки. Вариант загрузки с приложения. Режим загрузки. Питание в режиме ожидания. Звук при нажатии. Скринсейвер. Еще какие-то настройки скринсейвера. Сброс к заводским настройкам. Возвращаемся. Собственная информация. LED проектор опять-таки. Версия 9.0 андроида. Оперативки 1 гигабайт. Постоянной памяти 8. То есть, точно так же, как и на прошлой модели. Температура системы отображается 38 градусов. Беспроводное обновление. Давайте проверим. Опять же, стоит новая версия. Обновления не требуется. Еще есть одна очень классная фишка. Если нажимаем на клавишу питания на пульте, то открывается. Посмотрите, еще сколько разных менюшек. Закрыть экран. То есть, просто отключить экран, но проектор при этом будет работать. Можно его выключить. Перезапустить. Есть у этого проектора и режим Bluetooth колонки. То есть, мы сюда заходим, подключаем телефон и слушаем музыку. При этом, экран можно отключить. Чуть позже эту функцию мы еще проверим. Также, здесь можно включить заставку. И, причем, можно ее выбирать на абсолютно любую. Вот у меня стоит атмосфера. Можно поменять. Поставить какую-то картинку. Либо другую анимацию. Можно выбрать часы вот такие пятнистые. Они какие-то странные. Можно вот черные часы выбрать просто. Водопады вот. Птички поют. Кстати, звук здесь походу будет хороший. Вот космос есть. Ну, вообще классно. Такой менюшки я пока что нигде не встречал. Все, вернулись в меню. Переходим в YouTube. Смотрим, как он показывает. Так, ребят, запускаю то же самое видео про попугайчиков, чтобы было, что с чем сравнивать. Посмотрим, что у нас по звуку. Ну, звук уже громче. Но немножко репит. Зато картинка еще приятней. Реально, посмотрите, какая детализация, какие цвета и какая яркость. Этот проект определенно лучше, чем тот. Поэтому я хочу поставить их рядом и одновременно запустить, чтобы вы на одинаковых роликах могли видеть, чем отличаются проекторы. Вот это будет самый интересный тест. По качеству стоит 1080p. Все-таки разница есть. 13 и 26 тысяч рублей. Что-то сидел, выбирал видео и прям залип на вот этом ролике. Он очень хорош для отображения возможностей проектора. Для теста его. Ну, я прям залип. Блин, он хорошо показывает, реально. Никаких тормозов, никаких поддергиваний, ничего нет. Картинка очень шустрая. Звук, в принципе, на небольшой громкости очень чистый. Если ставить 100%, то начинает репеть. Шум проектора сейчас я не слышу. Блин, прикольно вообще показывает. Такое залипательное видео прям. 100 дюймов, ребят, 100 дюймов. Я уверен, он потянет 150 и даже 200. Спокойно. При 200 дюймов, я думаю, качество будет примерно как на вотом более дешевом проекторе. Друзья, к мультикам вопросов, конечно же, нет. Очень ярко, очень сочно. Просто дети будут в восторге от такого проектора. Точнее, от мультиков, которые он будет показывать. Звук классный, цвета яркие. Очень приятно смотреть его. Вот не хочу перехваливать. Конечно, есть и минусы, я их вам называл. Но и плюсы очевидны. Конечно, 26 тысяч рублей это не маленькая сумма. Но, если учитывать, что лазерный проектор, например, стоит 150, 200 тысяч, такой вот средненький из китайских. Нормальный ДЛП проектор это примерно 60-70. А вот вам, пожалуйста, нормальный LCD проектор. 26 тысяч. Покупать дешевый проектор я никому не рекомендую. От него у вас будут постоянно болеть глаза, будет просто болеть голова от него. И вы будете жалеть о том, что купили его и когда-нибудь просто выкинете его в мусорку. Если покупать проектор, то хотя бы какой-нибудь средненький. Если есть деньги, конечно, можно купить и дорогой проектор, который и днем смотреть будет вам по кайфу. Но, думаю, не каждый может себе позволить купить проектор за 200 тысяч. Для вечернего, домашнего просмотра каких-то фильмов семьей, это, считаю, прекрасный вариант. Ну что, проверим режим Bluetooth-колоночки, заходим в поиск устройств, нажимаем вот LED-проектор, происходит подключение на экране, добавить, все, можно слушать музыку. Здесь есть даже какая-то анимация, тайминг, название и исполнитель. Просто офигенно. И в углу телефон, который подключен Redmi Note 12 Pro Plus. Офигенно. Так. Это 100%. Играет хорошо, чисто, но как-то тихо. Ну такая, знаете, Bluetooth-колонка для одной комнаты, чтобы так, немножечко включить для фона музыку. В принципе, сгодится. Но вечеринку вы с ней не устроите. Понятное дело. Низких частот можно сказать, что нет. Как бы, ну играет так, средненько. Нормально. Это проектор, у которого просто есть функция Bluetooth-колонки. Тем более, отображается название. Такого я еще не видел. Экран можно, если что, выключить. Вот, пожалуйста, я вырубил экран. А музыка играет. Итак, вот один, вот второй. И мне кажется, разница очевидна. Смотрите, какая здесь яркая картинка. И какая вот здесь блеклая. Ребята, вот здесь я просто в шоке. Раньше этого не замечал, когда их по отдельности смотрел. Ну и посмотрите, что происходит. Как здесь и как здесь. Вот вам и разница, пожалуйста, в два раза. Здесь 26 тысяч рублей, а здесь 13 тысяч рублей. Ну, здесь смотришь, как будто бы телевизор, а здесь, ну, такое себе. Не туда и не сюда. Вообще, разница просто колоссальная. Как здесь ярко, сочно все. И как здесь блекло, серо и угрюмо. В общем, если желаете сэкономить или просто, может быть, там, мультики детям хотите включать, то, пожалуйста, вот такой вариант подойдет. Но если хотите реально смотреть красивую киношку, тогда вот этот вариант. Однозначно. просто вот некоторые думают, а какая разница, какой проектор? За 5 тысяч или за 20? Нет, разница есть. Разница очень большая. слева даже звук приятнее ощущается. Посмотрите, орел как будто в темноте летит. И здесь как. Просто офигенно. Хотя вот здесь вот не сильно вроде бы так отличается. Диагональ поставил примерно 85-90 дюймов и на одном и на втором. Ну, то, что поместилось у меня вот здесь на стене, так и сделал. Больше уже не вариант было. Блин, ну какая же разница все-таки, а? Подойду поближе, покажу детализация, да? И здесь. В принципе, детализация плюс-минус одинаковая. Ну, какая яркость тут. А теперь я еще давайте включу свет. Так, ребят, в общем, теперь я включил свет на максималку просто самый яркий режим. У меня очень яркая здесь лампа. И вот вам, пожалуйста. Это на обоях без светоотражающего экрана мы получаем вот такую картинку. Вот, пожалуйста, модель D5 и модель D9. на удивление даже вот этот проектор справа видно днем, ну, при свете. Но слева прям можно хорошо его смотреть, мне кажется, днем. Проверяем уровень шума на модели FZ-KD9. Ну, вот здесь прям около динамика около 40 децибел. Если на полметра убрать измеритель наш, ну, 31-32. Теперь проверяем уровень шума на модели D5. Вот здесь самое громкое место, где выдувается горячий воздух. На удивление даже здесь меньше, чем там. Вот вам, пожалуйста, дешевый проектор. А если на полметра отодвинуться? 27, 28, 29. Вывод получается следующий. Имея FZ-KD9 наслаждаться просмотром фильмов на большом экране получится, конечно, гораздо лучше. Проектор реально создает приличную картинку с глубоким цветом. Отмечу качественный стереозвук, поддержку декодирования 4K, режим Bluetooth-колонки, а также корректную работу автофокуса и автокоррекции трапеции. Для домашнего проектора это просто прекрасный вариант. Короче, если хотите купить проектор ребенку для просмотра ярких мультиков, то присмотритесь к первому варианту. А если желаете что-то посерьезней для семейного просмотра фильмов по вечерам, то, разумеется, лучше второй. Впрочем, выбор остается за вами. Ссылки на оба варианта я оставлю в описании под этим видео. На сегодня у меня все. Я желаю вам удачи и до скорой встречи.